Киева, где продолжается осад российского посольства, агрессивной толпой, и на прямой связи со студией вновь наш корреспондент Алексей Стетюха. Алексей, ждем от вас всю последнюю информацию. Здравствуйте, Юрий. Ну, возле здания посольства действительно все продолжается. Ранее там собралось несколько сотен человек, они не предпринимали никаких активных попыток прорваться на территорию здания. Но если изначально они просто пришли с лозунгами, какими-то и плакатами, то спустя несколько часов собравшиеся перешли к более активным действиям. Сначала посольства начали засидывать с яйцами и обстреливать из пейнтбольного ружья. После, заметив, что полиция никак на это, милиция никак на это не реагирует, собравшиеся разрисовали ограждение нацистской пластикой и оскорбительными записями. А под ней вовсе начали переворачивать автомобили посольства, которые находились на стоянке рядом. Тем не менее, даже после этого никакой реакции со стороны правоохранительных органов не последовало, и люди начали уже забираться на ограду, пытались сорвать флагштока. Это российский флаг, и позднее им это даже удалось. Флаг был сорван, и по словам собравшихся, он будет направлен на юго-восток Украины. Вместо него на ворота здания был повешен флаг, черно-красный флаг. Вокруг посольства расположены автомобильные покрышки, причем их количество постоянно растет. Их шины подвозят на автомобилях. Каждой минутой, не встречая никакого сопротивления, петентирующие ведут себя все более агрессивно. Звучат реплики о том, что в скором времени здесь соберется больше людей, активисты угрожали даже завистывать коктейли Молотова и жесть посольства Российской Федерации. Все позднее, в районе 7 часов по местному времени, к зданию действительно подошла еще одна внушительная группа людей, порядка сотни, может быть, даже больше человек. В руках они держали флаги Украины и правого сектора. Многие были вооружены дубинками. Спустя буквально несколько минут после этого, возле посольства, послышали взрывы. По ощущениям, это были взрыв-пакеты. Никаких видимых разрушений на здании не было заметно. После этого к посольству, наконец, прибыли экипированные сотрудники милиции. Но, однако, даже тогда они не принимали никаких активных действий против штурмующих, просто стояли в стороне. Это порядка 20 стражей порядка. И пока что, на данный момент, они также ничего не делают. Да, Алексей, благодарю. Будем ждать от вас новых сообщений уже в начале следующего часа. Я напомню, в Киеве работает мой коллега Алексей.